Добрый день, друзья. 5-6 ноября в центре Отчий Дом состоится семинар по Розен Методу, знакомство с Розен Методом. Что такое Розен Метод? Это такой метод, который я сам в свое время испытал на себе. Я прошел около 12 сеансов Розен Терапии. Это было где-то лет 10 назад у того же мастера, который будет проводить семинар здесь, в центре Отчий Дом. Розен Метод – это совершенно уникальная штука. Расскажу немножко предысторию. Мэрион Розен была юнгианским терапевтом, и она занималась реабилитацией жертв фашистских концлагерей. Она занималась этим в совершенно классическом стиле. То есть, она сидела как психоаналитик напротив своего визави, напротив своего собеседника, и консультировала его по вопросам внутренних напряжений, переживания стресса. И ей это было делать чрезвычайно сложно, потому что она видела, что люди дальше определенного уровня в терапии не проходят. Тогда, в те времена, это были времена после Второй мировой войны, к пациентам совершенно нельзя было прикасаться, нельзя было ничего особо чувствовать по отношению к... То есть, терапевт был в такой достаточно отстраненной позиции, ну, психоаналитической, классической. И вот Мэрион Розен увидела, что совершенно невозможно с этими людьми пройти дальше определенного напряжения. И тогда она в какой-то момент притащила массажную кушетку в кабинет и одной женщине, которая была чрезвычайно напряжена, и у нее была сжата челюсть нижняя. И она не могла раскрыться и рассказать о том, что ее так цепляет, о том, почему ей так плохо, о том, почему она где-то застряла, но рассказать об этом застревании она не может. Так вот, Мэрион Розен притащила кушетку, предложила ей лезть на кушетку, раздевшись по пояс, и начала мягкими касаниями спрашивать ее о своих напряжениях, о тех напряжениях, которые у нее есть в теле. Она один раз прикоснулась, другой раз прикоснулась, третий раз прикоснулась, четвертый. И когда пациентка начала угадывать, ей начинали приходить на память те воспоминания, которые были для нее значимы, которые были для нее травмирующими, удивительным образом мышца под руками начинала распускаться. Мышца ослабевала, мышца становилась естественной. Потом именно этот формат консультирования с прикосновением Мэрион Розен стала использовать для своей работы. То есть, пациентам с менее тяжелыми напряжениями она начала практиковать такие же вещи. Она предлагала лечь на кушетку, она мягко прикасалась. Это был не массаж. Очень важно здесь понять, что это была не массажная техника. И начинала именно таким образом прикасаться к пациентам. И у пациентов то, что они вербально не могли озвучить, начинали распускаться внутренние напряжения. Практиков Мэрион Розен в России немного. Почему я приглашаю Лену Левашову? Почему когда-то я прошел у нее терапию? Потому что у нее удивительная харизма мамы. Она несет, доносит с собой такое глубокое, материнское, теплое вникновение. Вы знаете, в нашей жизни мы очень редко прикасаемся, бережно прикасаемся друг к другу. И вот так, Лена Левашова, я когда-то узнал, что в нашем теле существует два вида прикосновений. Первое прикосновение – потребности прикосновений. Это сексуальные прикосновения, и здесь все на поверхность. Хочется обнимать, прижимать, вот так вот сильно месить человека, может быть, входить в него. И потребность в нежных, любящих, заботливых прикосновениях. Когда мы с заботой, с любовью, кто-то просто держит нас за руку, когда мы засыпаем. Кто-то обнимает нас, но не втискивая себя, нас в себя. У нас отсутствует культура бережных прикосновений. Вот всему этому мы будем обучаться на семинаре по розенметоду, который состоится 5-6 ноября 2022 года в центре «Отчий дом». Я искренне удивлен тому, что среди моих друзей душепопечителей так мало запросов на этот метод. Хотя в курсе «Интегральное душепопечение» мы проходим телесно-ориентированную терапию. Но мне кажется, что этот ведь телесно-ориентированной терапии, розенметод, он максимально интегрирует вербальную терапию и терапию тела, терапию бережного прикосновения. Вы знаете, в терапии бережного прикосновения, когда человек изнутри рассказывает тот ассоциативный ряд, который приходит ему на память, ложится на душу при человеческом теплом прикосновении, заложена огромная потенциальность. Если кто-то из вас хочет все-таки успеть и попасть на этот семинар, я приглашаю. То есть вы пишите мне вот сюда, где вы посмотрели это видео, хочу попасть на семинар розенметод. Тем более цены у нас здесь в центре учедом не московские. Этот семинар и обучение методу стоят дорого, но Лена очень деликатно сказала, что это будет знакомство с розенприкосновением. Нужно ли это вам или нет в дальнейшем? Хотите ли вы стать розенспециалистом, который совмещает вербальную терапию и терапию прикосновения? Вы можете узнать, познакомившись непосредственно с этим методом. Поэтому 5-6 ноября приезжайте. Если кому-то интересно подробнее об этом узнать, я могу вам скинуть ссылочки на группу, где есть видео с Еленой Левашовой. Я могу вам скинуть дополнительный материал. Вы, кстати, сами можете в YouTube погуглить и посмотреть, как происходит работа. Вообще, мне кажется, что терапия, не включающая тело, только вербальная, эффективность ее гораздо меньше, чем терапия, которая включает и душу, и тело, и сознание. Потому что мы разинтегрированы. Иногда наше тело живет что-то об одном, сознание живет о другом, а эмоции вообще в третьем. И нас растаскивает, как лебедь, рак и щука. И вот розенметод – это прекрасная возможность интеграции, соединения. Об этом очень трудно рассказывать, как вообще трудно рассказать о вкусе, трудно рассказать о телесном опыте, потому что телесный опыт проще пережить, чем о нем рассказывать. Давайте, дорогие мои, какие-нибудь вопросы напишите мне по розенметоду, и я с удовольствием отвечу на них. Вот, мне интересно, насколько это созвучно вам. И это уже 5-6 ноября состоится здесь, в Центре Учий Дом, руководителем которого я являюсь. Есть ли какие-то идеи, вопросы, насколько эта тема интересна? Надежда вот пишет, что она говорит – прекрасная тема. Знаете, интуитивно многие терапевты до этого доходят, многие массажисты до этого доходят. Поэтому, когда массажист, чувствуя под своими ладошками тело человека, начинает интуитивничать, импровизировать, говорить с человеком – ну, это почти розенметод. Но, с другой стороны, розенметод меньше всего похож именно на классический массаж. Вот, то есть, там нет размассирования мышц, там есть только прикосновения. Just touching – только прикосновения. Вот, если вам информации достаточно, я сохраню этот эфир, пересмотрите его и напишите мне. Если вам информации маловато, пишите мне вопросы, я напишу, как добраться до нашего центра. Я дам вам исчерпывающие ответы и ссылку на видеоматериалы, в которых вы можете убедиться, что это эффективно. И, кстати, это может повысить вашу монетизацию, даже если вы интегральный человек и человек широкого профиля. На этом завершаем. Пока. Жду сердечки и лайки, что это вы сегодня подводите меня. Вот, я так душевно выложился, и вы совсем немножко мне этих вещей дали. Объятия, благословения, пока.